Помимо того, что я их, скажем так, тренирую, я еще хочу вложить в них такую частичку человечности, воспитания, привить то, что сейчас немножко в спорте в общем потеряно, да, то есть сейчас многие гонятся за деньгами, я все-таки больше за идею того, что спорт это больше, чем деньги, то есть это гораздо ценнее, и то, что ты чемпион мира, за деньги ты это не купишь, ты это можешь только заслужить. Это первый чемпионат мира в этом возрасте, и мы выигрываем дуплетом два титула сразу, и мужской, и женский, ну то есть такого может больше никогда и не быть, а может быть и будет, я надеюсь, что будет, но это вот то, что должно запомниться на всю жизнь, о чем ты будешь рассказывать, сможешь рассказать своим детям, внукам и так далее. У нас, знаете, такого, что прям у нас один человек, который все везет, нет, у нас каждый выполняет свою роль, и ребята прекрасно знают, что, ну как бы вот, они делают то, что они должны. Мы им даем установки, мы их тренируем, готовим их, и они каждый знают, у них нет ревности из-за того, что там кто-то больше забивает, а я меньше, и опять же, это вид спорта, в котором это вообще не имеет никакого значения, сколько ты, кто сколько забьет, важен командный результат. И у нас, опять же, повторюсь, есть, да, там на чемпионате мира был Зуев, да, который стал, Саша, MVP, он, скажем так, в этот день финальный, именно в плей-офф, он выстрелил, хорошо сыграл именно последнюю игру, лучше всего. Полуфинал отлично отыграл Стас Шаров, я имею в виду нападение, который, да, человек, который приносил очки, точно так же, как и Саша Антониковский. Кирилл Песклов, тоже какие-то моменты, он, у него вообще задача, он такой андердог, он защищается, то есть у него, он чернорабочий, и таких людей очень мало, их тяжело найти. Здесь нужно собираться, исправлять чужие ошибки, ребята помогут всегда тебе, и, то есть, от этого будет результат. Ну, собственно говоря, вот так и получилось. Много работы, всегда есть над чем работать, это нет предела совершенству, ну, и, скажем так, едем туда, мы понимаем, что выиграть будет очень тяжело, ну, потому что там все-таки ребята большого, высокого уровня. Есть, да, допустим, команда Нависад, которая в этом сезоне в мировом туре не потерпела ни одного поражения еще. И я уверен, что они хотят продлить эту серию и закончить турнир, как бы, тоже внести себя в историю. Но мы будем биться, мы хотим, чем выше мы залезем, то есть, хотим на самые высокие места попытаться, естественно, хочется зайти в финал. Потому что в мировом туре нет понятия второе место, третье место, там есть только первое, и все, больше нет ничего. Все помнят только про победителей, про вторых, третьих, их просто нет.